Привет зрители! У меня сегодня четверг и ты наверное впервые за долгое время видишь на завтраке сухие волосы потому что я опять с чем-то встала умылась я приняла душ делала редакты вот мне очень сильно хотелось есть еще на оставшемся там доставалось буквально три с половиной страницы скрипто текста скрипта и мне хотелось есть я думаю ладно я сейчас делаю редакт и покушаю у меня снова тут хлопья оллайт тропические еще мне есть яблочком но их пока не открывала хлопья можно купить на вайтберис от 100 до 130 где-то так в пределах у меня тут очень горячее молочко только что погрела микроволновки молочко я покупала последний раз в такой бутылке го но я периодически вот если она по скидке стараюсь покупать за 120 рублей без копейки тут литр семьсот козьего у меня сейчас нет у меня есть только проклашает творог мне звонил человек на днях но я буквально на минуту опоздала и до нее уже больше не дозвонилась вчера я была в сосновом настраивала бабушке и дедушке телефоны новые завтра я пойду в гости на день рождения маминой подруге сейчас я попробую это залить безболезненное мне тут аж пенка все равно немножко капнула молочка но я же навешана потому что там еще как бы темно у нас сейчас около семи утра даже может быть уточню точно так это не тот телефон я взяла старый телефон чтобы скинуть по bluetooth себе фотки а потом перекинуть поэтому bluetooth на другой телефон фотки потому что вот этот старый самсунку не почему-то не распознавал новый телефон 8 минут 8 708 сейчас не пока я передачила пришла мысль я хочу сделать я сначала думала использовать вот этот сироп цикория тут немножко поэтому не буду использовать я ничего буду завтрак использовать я у меня есть и какао отертая мной лично сделана из какао-бобов биоломикс а есть какао отертая покупная но думаю может быть из какао отертая свое использую сначала я хочу в своем мармите для шоколада и тот который попут на воскоплав если интересно можете в инфобоксе ткнуться помимо там артикулов на вот эти продукты свайберис вот так же ссылочка на мою страничку на рекоменге снова пишу отзывы там он здесь как раз на этот воскоплав ну а также на канале плейлисте обзоры техники есть этот воскоплав короче хочу воскоплаве сделать шоколад самопальный может быть даже какую-нибудь пасту шоколадную на основе какого тертого сливочного масла и у меня есть еще сироп там какой-то не помню какой хотя может быть сейчас помню все его на зон покупала дело на нем экспериментально пару вещей одна получилась вкусно другая ну не получилось ну что мало но как-то я без пропорции делала мусс яблочный на кстати вот как не делать но яблочный мусс или еще какой-нибудь ну что у меня принципе есть варенье мед можно сделать какое-нибудь печенье давно что-то выпечкой не занималась а можно сделать еще что-то даже самопальное какой-нибудь конфеты десерт тот же шоколад куплены товары я тут покупала свой любимый зефир 5 баллов или как он там называется с семенами чья не надо сейчас на стол прыгать прыгай вот на табуреточку упала кремик упал короче зефир оказался как-то ну во первых он в открытой упаковке когда когда его открыл он выглядел так будто его открыли он лежал там где-то таял а потом обратно упаковали и вот куда ты все лезешь ты ёшкин кот а ну шо ты за кошка такая видишь на столе кучу всего сделано ты прошлый раз хвостиком махнула у меня гиперлапс учился чем ты лучше от того ребенка который ноги на стол задирает гостях кошка так вот зефир а вот он тут инвертный сироп профи килограмм у меня инвертного сиропа был куплен сейчас уже чуть поменьше хочу короче на основе из трех составляющих сливочное масло потом какая тертая и вот этот инвертный сироп и сделать если не шоколад то допустим шоколадную пасту десерт себе вот зефир я взяла и одна несколько штук они были вот уже вот они все были вообще такие будто они подтаяли на солнце потом их обратно запихнули и запаяли пакет а одна была вообще с плесенью так обалдела думаю вот же 100 рублей за такой пакетик по скидке и думаю если даже мой любимый зефир внезапно испортился мой любимый сыр пропал из магнитов же воронки то чё я тут переживаю вообще как бы трачу вообще деньги время на какую-то ерунду когда я могу сама приготовить себе десерт какой-нибудь тому же у меня есть все составляющие даже допустим до шоколада есть теперь техника своя я подумала вот сейчас покушаю может быть себе шоколад за мучу ну сначала я наверно смонтирую то что вот вчера писала сегодня и обзор второго маслопресса который второй у меня прижился мы с ним нашли друг друга я скинула вчера в инстуходочку маслопресса там 15 вроде как вы просмотрела подписчиков и сколько-то там 45-65 не знаю мимо проходивших так вот подписчики неужели вам так жалко лайка на мою фоточку смошла прессом которая почти месяц от всех скрывала меня ты в очередь узнали про него сначала мой друг по сканлейту потом подружка по переписке ну как мы с ним в реале видели в тринадцатом году в питере больше я пока в питере не было познакомились мы с ними марте 11 2011 года на одном форме до сих пор общаемся для меня на пару лет старше потом я сказала еще одной своей подружки она прислала уже хочешь не хочешь увидела и показала той самая которая сказала ну и можно же магазине купить зачем тебе вообще потом сказала своей тете не вытерпела дусь равно же вдруг она как не придет днем если вечером то можно он окно занавесить андак не стоит то как бы это днем то я и сказала и в этот раз мне мозг не выносили мне сказали но папа и купила об этом ночью какое нас еще дело почему первый раз то куряться не было а потом сказал и своим другим друзьям когда-то давно не было в гостях 2 масло какого пыталась делать но почему-то вышла под цвет какао а белая как же ну типа почему не белая мне муж мои подруги сказал потому что в принципе его химическим путем очищают поэтому остановится белая не так обалдела так вот неужели вам так жалко лайка на мою фотографию выдам 352 4 354 человека на меня подписаны ладно несколько из них оффлайн онлайн друзей юля лена никита на остальные то 350 вот вы заходите видите у лёли новую подку больше на меня подписаны не просто так ну вот нигде эту фотку вам же не жалко не сложно фиксировала процессы сжатие масла мне в холодильнике стоит еще маслом ты старших но я пока еще не записала как она вот отстоялась она более такое не знаю как стать мыслянистая густое более густое чем иное масло такой прям концентрированная но тоже отстоялась а и вот у кедрова и нашла из присташек у них вот такой вот аромат ну как по вкусу вот у них есть именно вот такой я так и на что у растительного масла есть один определенный общий вкус масло но так и дрова и из присташек она очень выражена так вот там очень легкий вкус такой тонкий того что это не просто масло какое-то там кедровые фисташки ментам чувствуется реально тмин черный ну из какао тоже как бы как она там совсем чуть-чуть и делал просто на пробу я нужно слопалось все было чуть смеси семян это смеси семян засветилась в том гиперлапсе который выходит сегодня 8 утра я заказала себе еще отдельно килограмм семечек подсолнуха у меня как бы и семечки но они мне кажется уже чисто на лучшем гонят потому что я честно даже не помню как у них труботности так обжарить да пожевать и полкило семян тыквы как у меня есть смесь семян там тыква подсолнечник плен черный белый другие семена потом закуплю грешки грешки орехи на этом наверное но они как бы для еды готовы для масла не год уже не готовы и там не очень много их они в шкурках арахисная будет купить и миндаль у меня и миндаль уже идет чисто на муку как я тут пою сердце курия попьем так наверно может прям сюда у меня молоко еще осталось а цикорий можно иногда по скидке на вайберис найти за 100 рублей а так последний раз я смотрела 145 тут 100 грамм это молотый растворимый цикорий с женщинем также убианова я видела цикорий цикорий с другими добавками там черника чем-то еще еще тут кладу одну ложку с небольшой горкой потому что для меня выяснила я опытным путем с вами завтраков горьковато 3 или 2 ложки ну я добавляю сюда сироп цикория который можно прикупить пределах 300 рублей тут 230 грамм не более двух чайных ложек в сутки советуются принимать но я добавляю где-то ложку с маленькой горкой или просто не более двух чайных ложек цикорий отсюда он не не супер такой сладкий но если вот вы просто цикорий пили там некая сладость присутствует тут точно также вот некая такая сладость в следующий раз я думаю что то просто его чисто молоке сделать с молоком потому что он прям такой с цветом интересным сейчас холодным еще раз добавим мелочку не все конечно тут растворилось потому что надо насыпать в сухую чашку потом заливать то они наоборот где на одну треть уже что-то налито меня кстати есть тут очень вкусная штука я как-то не были орехи макадамия они все еще есть но они оказались не знаю обработаны не обработаны может все таки не обработаны но их мало и они не ну для масла они не подойдут а вот для урбеча они подошли их надо более свежей покупать с более свежим сроком годности сбора это были сбору 22 года ну смысле урожай 22 года но раздолбали их где-то там весной летом тут совсем чуть-чуть это урбеч из ореха макадамии с добавлением меда делая его беломикс специально чистила для этого эти орешки потом измельчала сейчас хочу немножко с этим попить он у меня был ориентирован на счет покупки маслопресса стоит или нет потому что в принципе можно делать масло самим если измельчить орехи до состояния урбеча она же ореховая паста чтобы оно дошло до полноценно ровно такой консистенции однородной добавить туда немного меда и мед он помогает отделить масло от основной массы но там масло на самом деле очень-очень мало выделяется это на каждый раз по чуть-чуть так по чайной по 2 чайных ложки соскапливать с этого но я добавила сюда меда там выделилось совсем чуть-чуть масла где-то спустя сутки и я потом подумала как точнее когда я узнала что маслопресса акида джипи йода хомпро вся внутренность из металла и он 2015 года вообще эта модель рождена а все что было после тот же даромит и прочее это его реплики я поняла что мне надо в принципе если очень хочется есть возможность у этого требует организм кошка ты можешь прыгнуть на холодильник вот и метишься отсюда метишься можешь прыгнуть на холодильник это не видите вы видите только что я и руку шевелять и угла с молоком она даже где вот где-то наполовину молока относительно воды в пропорции один к одному у меня тут не полная чайная ложка была она даже как-то сладко более сладко чем просто молоком разбавлять немножко то что водой залили но для кого-то это будет не слишком сладко для меня после того как я перешла в свое время на короб короб вместо какао допустим ну или короб вместо кофе ну я не всегда пью короб но после того как я один период жизни в определенные несколько месяцев я его пила заменяя им кофе то он сладкий я уже как-то меньше сладость меньше мне нужно того что супер сладкая допустим раньше могла несколько конфет с такой чашкой слопать а теперь одну или две максимум ну и начинаешь чувствовать сладость там где ее обычно не вообще раньше не замечал допустим миндалем сладкий можно чай пить с миндалем пытается меня еще кусу и кушка тебя когда я гладит а ты пытаешься кусаться нас так можно да еще давно не делала рубечера из арахиса надо будет отдельно купить у меня есть немножко арахиса в шкурке но не очищенного магнитный разрез продается но он не сладкий вот здесь вот несмотря на то что оттуда меда положила ну как бы он вкусный как орех макадамии обычный но не придавая я буквально туда ну может пол столовой ложки положила изначально тут было где-то он 200 миллилитров этого всего сейчас уже на донышке немножко остается и опять мы сюда идем ну иди на окно кстати орехи макадами я тоже на озон либо вайберис покупаю вот здесь местами сейчас у меня попалось масло выделенное более такое маслянистое кстати зрители вам нравится ореховая паста именно те вот именно то что называется рубечь какие вы пробовали перечислить их комментах может быть я какие то еще не делала и вдохновлюсь и тоже приготовлю об этом циколе не обязательно чем-то пить при кушку при кушку можно просто вот не сегодня я вчера вспомнила про то что у меня есть немножко еще орбеча макадамии решила что можно на завтрак его попить буквально до скоблить осталось уже зритель я покушала я надеюсь ты тоже покушал зарядился положительной энергией на весь свой рабочий день либо не рабочий это уже выйдет ну когда наверное понедельник потому что у меня на завтра на пятницу есть уже завтрак осталось только его смонтировать ну и чё всем спасибо за просмотр если хотите поддержать канал можете это делать это будет облачко типа подержи ларку и всем пока